Это абсолютно правильное замечание, но дело в том, что студенты не просто едут учиться, их отбирают. То есть американцы проводят определенные тестированные здесь, в России. Кстати, технология неплохо изложила Маргарита Симоньяна на конкретных примерах. И дальше они тестирование отбирают людей, которые чувствуют слабость их в плане патриотизма, отечества. Их именно и обучают. То есть речь не студентов, которые за свой счет учатся. Речь и студентов, которые учатся за счет бюджета США. Соответственно, там идет отбор. Очень часто, Сорос этим занимался до этого, и тогда идет тщательный отбор. И потом уже окончательно их там настраивают против России. То есть само по себе студент, который едет, он на 50% уже, грубо говоря, отобран достаточно правильно с точки зрения позиции Соединенных Штатов Америки. Вот как работает эта технология. Дальше они их контролируют. И если эти люди, грубо говоря, хорошо растут, Михеев, кстати, тоже описывал эту технологию на своем примере. Если они хорошо растут в России, их дальше поддерживают и продвигают их на руководящие должности, в бизнесе, в средствах массовой информации, во власти. Ну, туда, куда считают нужным. То есть это не просто обучение, а это часть процесса формирования праймериканских сил в системе российского влиятельного элита, скажем так.